Ситуация на рынке працы стабильная, об этом свечать лишь бы. На початку этого года у зроя не без працея складал 1% от экономично-активного насельництва. Зараз 0,7. Позитивных факторов некольки. Узросла колькость вакансий, полепшилась ситуация на предприемствах. Коли аж шепершага снежня у режима неополной загруженности працевали 6 предприемств, зараз только 2. Работа по саденешней занятости галиновым управлением проводилась активно. До помогу у працы лодкования отрымали коля 7 тысяч человек. За 9 месяцев года перевыкнуло задание по лодкованию на новые рабочие месты. 2300, супрать 2100. Необходимо двигаться дальше. Мы только заложили фундамент. Нам надо решать вопросы, которые связаны с созданием рабочих мест обязательно. В этом году выполнить надо на 2018 год. Второй вопрос, пора уже тенденцию эту, которая связана с увольнением людей, прекратить. Если мы переломим в 2018 году в том плане, что должны приниматься больше, а увольняться меньше, тогда это только будет плюсом. Размова на посержении Гарвы Конкама и об оперативно-диспетчерской службе 115. И нам было створено 2 года тому и працуя в беспиропытном режиме. За сутки от горожан поступает до 500 зворотов. Гомельская городская ЖКХ сегодня предлагает нам, скажем, всем вместе, в том числе и с участием средств массовой информации, подключиться для того, чтобы, во-первых, люди располагали информацию, что такая служба есть, и проще набрать номер 115 для того, чтобы заявить о своей проблеме. Уличивающаяся потребованность службы, Гомельская городская ЖКХ вызначила планы по ее удосконалению. Планируется переработать программу обеспечения для данной службы, которая позволит организовать получение заявок от населения с использованием сети, интернет, а также получение обратной связи об их исполнении непосредственно уже от населения. Подширением охлаждения оперативно-диспетчерской службы дозволит забеспечить больше тесное взаимодействие с предприемствами, которые предоставляют населения жилево-коммунальные послуги, а главное – полепшить якость их оказания. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отель радиокомпания «Гомель».